Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. С вами Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. Аграрии края готовятся к посевной кампании. Так, одно из крупных хозяйств Завьяловского района уже практически закончило готовить почву для посевов. Подробности далее. Александр Гордиенко – потомственный тракторист. В поле работали отец и деды. Сегодня за баранкой по 12 часов в день. Скоро посевная. Травы, как обычно, раньше, с первого числа, мая. Потом овсы, ячмени, ну а пшеничка маленько попозже. Кукуруза, семечка вот начнется буквально с первых чисел. Подготовку к посевной в этом году аграрии района начали раньше обычного. Снег ушел быстро, а апрель выдается теплый и сухой. Сейчас дело с оборонованием почвы. Оно позволит сохранить в земле влагу, которая накопилась осенью и зимой. Лимитирующий фактор весной для посева – это влага. Поэтому сейчас все усилия прилагаются для того, чтобы ее сохранить. Потому что, видите, ветра суховеи, разрушается верхний плотный слой, корка разрушается, щели засыпаются почвой. То есть испарение прекращается, прекращается. В хозяйстве забарановали уже три четверти от запланированных площадей. С начала мая на полях начнут сеять пшеницу, овес, подсолнечную кукурузу, травы под корм животным. Продукция пойдет на перерабатывающие предприятия края. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости. В Алтайском крае запустили производство антисептических средств на основе этилового спирта. Новую линию удалось запустить при непосредственной поддержке правительства края. Подробнее мой коллега Глеб Полянский. Около месяца назад спрос на антисептики для рук в России значительно вырос. Покупатели, обеспокоенные распространением новой коронавирусной инфекции, сметали товар с полок с невероятной скоростью. В основе дезинфицирующих средств традиционно был изопропиловый спирт. Но его единственный производитель, Ворски, не справился с огромным объемом заказов от парфюмерных компаний. Да еще и цена сырья выросла в несколько раз, до 500 рублей за литр. Решение нашли быстро, перейти на этиловый спирт. Но для этого требовалась специальная лицензия. За помощью в ее получении руководство Ренессанс Косметик обратилось к губернатору Виктору Томенко. Надо сейчас упростить систему получения лицензии. Упростить, почему? Потому что если мы пойдем по всем пунктам, значит там получение лицензии 7-8 месяцев. Глава региона тогда пообещал провести соответствующие переговоры с профильными федеральными министерствами и Росалкогольрегулированием. Решить вопрос удалось в кратчайшие сроки. Задача спастись от заразы. Обеспечить нормальную жизнь. Со временем это выправится. Поэтому сейчас нужен особый, необычный, назовем его какой-то чрезвычайный режим ввода мощностей, перехода на новое сырье, по сути. Хотя по свойствам это то же самое. Что такой спирт, что такой. Значит, надо быстро это сделать, а потом уже разобраться со всеми налогами и так далее. Так всегда делается в кризисных ситуациях. Благодаря содействию правительства Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко предприятию «Ренессанс Косметик» в Барнауле удалось получить лицензию на выпуск антисептиков из этилового спирта. Подробнее о новом производстве нам расскажет директор компании Александр Гладышев. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Ну вот расскажите, сколько бутылочек с антисептиком проходит по этой линии в сутки? По этой линии в сутки проходит 50 тысяч штук бутылочек с антисептиком. Когда производство выйдет на полную мощность, в месяц предприятие сможет выпускать 4,5 миллиона антисептиков объемом по 100 миллилитров каждый. Это позволит обеспечить продукции не только торговые сети, но и медучреждения региона. Интересно, что тару и крышки на предприятии производят сами. Это вот финальная форма, да? Да, это готовое изделие. На сегодня на данном оборудовании мы имеем возможность производить 50 тысяч бутылок в сутки. Но я знаю, что вы уже заказали специальную пресс-форму, которая позволит, если я не ошибаюсь, втрое увеличить эти объемы. Да, мы заказали пресс-форму на скоростное оборудование, объемы увеличим трое, будем выдавать 150 тысяч в сутки. За основным сырьем далеко ездить не пришлось. Этиловый спирт закупают у Иткульского спиртзавода, который совсем недавно вновь запустил производство этанола из местного алтайского зерна. Теперь ничто не ограничивает наращивание объемов выпуска востребованных антисептиков. Благодаря правильной организации производственных процессов и логистики удалось значительно снизить отпускную стоимость товара. Сейчас она составляет не более 70 рублей за бутылочку. Нет сомнений в том, что пандемия коронавируса обязательно закончится, но созданные производственные мощности останутся и Ренессанс Косметик сможет снабжать жителей не только Алтайского края, но и других регионов России качественными антисептическими средствами, произведенными к тому же полностью из алтайского сырья. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, новости. И на этом наш утренний выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин